В самом разгаре осенний призыв в ряды вооруженных сил России. Военкоматы по всей стране принимают юноши, проверяют их на здоровье, отправляют к врачам и усаживают за психологические тесты. Все для того, чтобы понять, годен ли призывник для службы в рядах российской армии и в каких родах войск он может показать себя лучше всего. В осеннюю кампанию, к слову, Министерство обороны поставило задачу призвать на срочную службу из Крыма 2800 человек, на 500 больше, чем весной. Тенденция имеется в сторону увеличения. Куда мы в этот раз в этот призыв будем отправлять наших призывников? Это уже несколько шире будет география службы. Это традиционно Черноморский флот на территории Республики Крым, опять же Южный военный округ, потому что мы все-таки относимся к Южному военному округу, Западный военный округ, уже добавляется у нас и Северный флот, наши призывники будут проходить службу в Североморске. Сейчас военкомат больше заинтересован в более зрелых мужчинах, которые уже успели получить высшее образование, чем в юношах, только вставших со школьной парты. Причем особое внимание уделяется тем, кто имеет специальность, связанную с военным делом, а также людям, имеющим право на управление легковыми и грузовыми автомобилями. Но решающее значение, разумеется, имеет состояние здоровья. К слову, это касается как срочной, так и контрактной службы. Гражданин может быть принят на военную службу по контракту, если по результатам военно-врачебной комиссии он является годным к военной службе, либо годным с незначительными ограничениями. Если результаты показывают, что он годен с незначительными ограничениями, не все воинские части соединения он может поступить на военную службу по контракту. То есть, в части спецназначения, сплавсостав флота, разведка, ВДВ, туда гражданин уже не сможет поступить. Однако, даже с учетом ограничений по состоянию здоровья, человек способен отдать долг родине в составе воинских частей. Для таких людей предусмотрены более щадящие специальности, вроде связистов и подобных профессий. Что касается уклонистов, то их с каждым призывом становится все меньше. Так, в период весенней кампании без уважительной причины в военкомат не пришло всего 18 человек.